КОНСТАНТИН ЕВТЕЕВ 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 Материализованное представление. Это первый шаг. Второй шаг. Вот этот слайд тоже очень интересный. Этот слайд такой вот, картинка, которая на доске достаточно историчная. Мы его еще показывали, кажется, в 2011 году Миша с Ромой доклад делали про сфинкс. Там вот репка изображена, сейчас в порядку расскажу. Значит, про материализованное представление. А далее может так получиться, что все равно не хватает производительности вашей машины. Сейчас уже это менее актуально, потому что сейчас есть быстрые диски NVMe, SSD. А тогда этого не было. И может получиться, что сейчас это тоже кому-то будет актуально. Это опасный подход. Но что можно сделать? Когда вы уперлись в производительность, можно выиграть еще чуть-чуть мощности за счет того, что смонтировать память и переложить это материализованное представление в память. У нас тоже такой вот период был. Это опасный шаг, он должен быть осознанный. Но если нужно по-быстрому выиграть производительность, можно сделать сначала в память, а потом уже когда раскилиться, назад на диск сложить все дело. Следующий шаг. А следующий шаг, естественно, и встает, который… Вот как раз этот слайд про это. Что все равно вы не умещаетесь в размер одного сервера. И далее нужно… хочется куда-то как бы с нескольких серверов. Логично вы скажете, а почему бы просто стендбай не использовать? Но, во-первых, стендбай у вас может быть исходная база достаточно большая. И нужна достаточно большая железка под это дело. И, соответственно, стендбай тоже будет достаточно большой. Вторая потребность, которая может быть, это то, что вы хотите писать на реплики вашей. То есть делать какое-то производное данное. Как раз решением было следующее. Взять, использовать репликацию. И вот это вот как раз горячие ваши данные наши в материализованном представлении реплицировать. Сейчас как раз появилась в прошлом году классная фишка. Это логическая репликация из коробки. Тогда мы использовали еще SkyTools и Londist. И, соответственно, с помощью логической репликации мы вынесли это материализованное представление на отдельную машину. Это получилось как некая такая магия. Когда у нас машина, которая по сравнению с основной машиной не очень мощная. Там просто есть некое количество оперативной памяти, в которой помещается наше материализованное представление. При этом она у нас даже не лежит в ней. У нас просто она в шарит буфера, вся база влазит. И вот эта база с не очень мощным процессором, вообще все равно какая дисковая подсистема, держит просто весь трафик Рунета по факту. Очень интересный хак. Ну а следующие шаги это то, что на основании этого паттера мы начали размножать. То есть у нас появились для индексирования такие же реплики, доставка в данных ДВХ и прочие-прочие-прочие варианты. То есть я сейчас подробно про это не буду говорить. Что еще можно делать, чтобы скейлиться? Еще можно использовать, вы, естественно, скажете, что можно использовать шардинг. И в том числе это естественное решение, это PL-прокси мы в том числе использовали. И также можно делать шардирование через форен-дата в раперы. Возможно, в скором будущем мы про это тоже расскажем. И следующий шаг. А можно не шардироваться, а можно просто взять и горизонтально часть функционала с одной базы, разделить между двумя базами и согласовывать данные за счет транзакционных очередей, что мы и делали. И когда вот такая вот получается достаточно сложная распределенная инфраструктура, узлов достаточно в ней много, происходит различные аварии. И к этим авариям надо готовиться, и, соответственно, нужно готовить там disaster recovery plan. То есть как мы будем согласовывать нашу вот эту всю eventual consistency систему в единое состояние после аварии. В том числе вот тут как раз ссылка есть про наше исследование, как приводить в согласованное состояние узлы, построенные с помощью логической репликации в 10-м Postgres. А теперь с другой стороны хотел рассказать историю. Представьте себе, значит, у нас очень много серверов с Postgres, где используются процессоры Intel. И, соответственно, мы делали в том числе исследование, в котором мы выявили, что с гипертрейдингом все достаточно хорошо работает. То есть часть запросов очень хорошо скейлятся по гипертрейдингу, а часть не очень. И в каких-то определенных времени, то есть все вот это вот мы использовали гипертрейдинг, все это как бы хорошо себя чувствовало. Вот тут на слайде в том числе написано, что 28 физических ядер на машине, к которой график нарисован. Но в какой-то момент специфика нагрузки поменялась, и выросло количество запросов, которые не скейлятся по гипертрейдингу. И получилась такая ситуация, как вы видите на графике, low-toverage начал больше 28, очень сильно пиками прям выходить. Как это выглядело с точки зрения со стороны? Для клиентских быстрых запросов OLTP, они замедлились в 3 раза, в 4 раза, но с 10 миллисекунд до 40 миллисекунд. Это может быть не очень существенно, с учетом того, что у нас большая часть всех наших частотных запросов прикрыта кэшами. А когда у вас есть достаточно хороший кэш, то количество чтения измеряется количеством записи. Таким образом, количество чтения не очень большое. И клиенты вот эту разницу 10 или 40 миллисекунд не очень заметили. А заметили это внутренние сервисы. Когда у нас есть другие запросы, которые работают там десятки секунд, секунды, может быть, минуты. И когда они замедлились, то есть это первое, что мы увидели. Ну и, соответственно, всю оставшуюся картину за счет вот этого графика. То есть вот с этой стороны стало видно. И такая пограничная ситуация, что вроде бы все работает, клиенты еще не видят, но уже как-то все не очень, и надо что-то сделать. А, еще один график про CPU. С точки зрения CPU графиков это вот следующим образом выглядело. Но на обоих графиках вы можете увидеть, что в итоге-то мы что-то сделали. То есть там вот пики пропали потом в итоге. Логичным ответом скажете вы, что нужно смотреть планы тяжелых запросов, все оптимизировать. Все уже было оптимизировано, и быстрых решений по оптимизации не могло было произойти. Логичным путем будет вынести просто эти запросы на другие сервера. Но для этого все равно нужны какие-то изменения в приложении. А уже и приложение, и команда выросла. Это я позднее буду говорить. В общем, проблема с доставкой изменений до продакшена, то есть с точки зрения приложения, уже существовала. И, соответственно, решение мы нашли в следующем. Правильно, в том числе, как я уже говорил, вынести запросы, вынести на стендбай. Но их надо очень по-умному выносить. То есть у нас до этого были такие хаки из разряда, что если эти данные как бы не ты их хозяин, можно их тебе показывать, допустим, составляющего, может быть, отстающего стендбая. И, в принципе, ты их не узнаешь об этом в связи с тем, что ты не их владелец, и отдельный кэш в том числе под это держать. Но вот это уже все хаки были использованы, и нужно делать умный кэш. То есть кэш, который будет знать, насколько давно менялись данные, и можно ли эти данные отобразить как раз с стендбая. Для того, чтобы понять, подробнее рассказать, то есть нужно сказать, как мы работаем с кэшом. Мы инвалидируем кэш в момент, когда у нас происходит коммит транзакций. Потому что если мы будем инвалидировать его в другой момент, может возникать некая гонка, и мы можем получить грязные кэши. И надо еще сказать, что с этим кэш мы в тот момент, когда мы читаем данные. Есть и другие подходы. В частности, например, есть история про Facebook, мне нравится. Они работают, в принципе, через кэш. То есть напрямую в приложение, в базу не ходят. Но у нас вот такая исторически сложившаяся работа с кэшом, и, соответственно, нужно было что-то делать. А делать мы что решили сделать? Мы решили собрать два уровня кэша. Когда мы сделаем горячий уровень кэша, который будет говорить только о том, насколько давно менялись данные. То есть, грубо говоря, у нас есть такая сущность, как пользователи. Мы храним данные в этом горячем уровне кэша о том, что его данные недавно менялись. А далее второй уровень кэша – это основной кэш. И горячий уровень кэша позволяет вам роутить запрос, если они недавно менялись на мастер, а если менялись давно – на стендбай, соответственно. И что в итоге произошло? Значит, как это будет выглядеть, запрос теперь? Если мы говорим об изменении данных, то мы сначала будем изменять данные, следующим шагом мы будем инвалидировать кэш, и следующим шагом мы будем заносить запись о том, что данные пользователей недавно менялись. А если мы будем говорить о том, как мы получаем данные, то первый шаг будет – это, соответственно, пробуем найти данные в кэше. Если мы их там не нашли, обращаемся в горячий кэш. Если в горячем кэше мы их нашли, то идем на праймаре. Если мы их не нашли в горячем кэше, то есть они недавно не менялись, но при этом наш стендбай отстает, мы отправляем запрос все равно на праймаре. Но уже мы будем класть данные на более длительный TTL. В связи с тем, что данные давно не менялись, гонки, вероятность маленькая, мы можем более длительное время хранить эти данные в кэше, инвалидировать через поздний срок. И в случае, если они не менялись, стендбай не отстает, мы, соответственно, уже роутим запрос на наш стендбай. Но многие из вас могли заметить внимательно, что вот в этой всей схеме есть одна история с тем, что, а что, если что-то сломается, и мы не запишем данные в горячий кэш. Тогда мы, получается, будем роутить запросы на стендбай, он отстает, и будем заполнять потихонечку грязные кэши. В общем, все будет не очень красиво. Как раз вот тут нам помог Postgres. Собственно говоря, на слайде вы можете увидеть, это как раз вот наша структура нашего умного кэша. И вот с одной стороны, получается, приложение пишет данные, а с другой стороны есть Postgres в праймаре. И вот этот вот праймаре, получается, у него мы открыли Listen.tify канал и написали лисенера, некого демона, который слушает этот канал и заносит данные в горячий уровень кэша. Таким образом у нас, получается, с двух сторон пишется горячий кэш. С стороны приложения и со стороны базы данных. И тот же самый вот узел, соответственно, пишет данные о том, насколько отстает наш стендбай. Так, следующий шаг. Значит, на этом слайде мы можем видеть, что… А, в том числе мы реализовали, соответственно, наш умный кэш на Тарантуле. Вы можете увидеть, потому что, ну, хорошо он себя зарекомендовал. И там есть, соответственно, вот как раз блок с горячим кэшом и с основным кэшом. Так. Но вот как я уже говорил, что история с ростом приложения, она достаточно сложная. У нас растут команды, растет количество функционала и количество знаний, которые нужны, чтобы вам сделать то или иное телодвижение, оно очень велико. То есть порог вхождения очень большой в инфраструктуру. И решение для себя Авито нашло в следующем скиллинге в микросервисной архитектуре. Когда мы будем строить сервисы с паттерном database per service, и команда будет владеть своим сервисом, своим функционалом и, соответственно, будет независимо разрабатывать свою часть функционала. И тут встает вызов. Вызов заключается в следующем. Если у нас раньше была монолитная база, в которой был строгий эсид, и все было понятно, как все изменения применять, то когда у нас есть вот тут вот примере, я далее буду рассматривать, пример транзакции, когда мы должны бизнес-транзакции приобрести какой-то премиальный пакет для пользователя и, соответственно, поменять данные в пользователе, в его какие-то премиальные пакеты создать и средства списать, то в случае различных аварий в распределенной системе не совсем очевидно, как вот этот вот осид соблюсти нам в нашей бизнес-транзакции для бизнес-критичных данных. И логичным ответом на это все мы долгое время смотрели становится то, что использовать двухфазный коммит. Но чем больше мы на эту историю смотрели, тем больше мы видели то, что, во-первых, достаточно сложно в реализации. И уже, соответственно, в том числе у нас не только постгрессы, у нас разные базы данных под разными сервисами используются. А с другой стороны, вот на этом слайде, соответственно, ссылка есть, на исследование некий такой вот бенчмарк и работа двухфазного коммита, распределенного двухфазного коммита, что в каких-то условиях, в том числе с ростом количества узлов, это логично, что происходит некая деградация. Вот. А выход мы нашли в оптимистическом подходе. То есть, если мы говорим про пессимистический подход, это двухфазный коммит, это как некий такой вот магазин, где есть один продавец и большая такая вот очередь выстраивается покупателей и нужен какой-то узел, который будет за всеми следить. Оптимистический подход заключается в том, как вот современный гипермаркет, как некий вот Ашан, когда все покупатели сами себя обслуживают, а контролировать нужно только некоторых нарушителей. Тоже вот по ссылкам можно почитать про гомеостазис протокола и исследование от Стони Брейкера про конкурентность в распределенных системах. Вот. А далее, то есть, вот этот вот оптимистичный подход, нам понравилась история про саги. Совсем недавно вот она вышла, вот мне нравится, white paper, 1987 года, когда Гектор Гарсия Малина, он сейчас вот один из членов Совета директоров Оракла, решал следующую задачу. Он в этой задаче, значит, какая задача была, что есть некий процессор, ресурсы его недостаточно велики, он недостаточно быстрый, в то время были процессоры, и когда мы делаем долгую задачу на обработку чего-либо, могут возникать длительные блокировки, длительный лог ресурсов, в случае аварии долгий откат, потом ретра, и, соответственно, масса проблем. Он предложил следующую концепцию, он предложил концепцию того, что бить задачу на подзадачи и выполнять их по частям. Это вот как некий аналог, когда вот есть какой-то оператор ксерокса, кто-то копирует книгу, но можно брать в обработку какие-то по одному листочку, кто приходит в очередь, то есть реализовывает такую некую многозадачность. И, естественно, эта история не нова, и многие из вас уже использовали ее, и в том числе и мы в Авито ее использовали, мы ее использовали, например, в девпроках наших, когда мы осуществляли, например, блокировку какого-нибудь пользователя за различный фрод, мошенничество, когда мы синхронно меняем состояние пользователя и ставим задачу на асинхронную обработку некими пачками его объявлений, чтобы статус поменять их. И вторая ссылка это на сайт Криса Ричардсона, идеолога микросервисов, там тоже можно про саги почитать. И, значит, перед нами встала вот следующая задача. Нам нужно было достаточно с максимальной скоростью разнести наше монолитное приложение. При этом у нас были достаточно критичные бизнес-транзакции в монолитном приложении, которые нам надо разнести теперь по нескольким сервисам и базам данных. И времени на то, чтобы рефакторить логику и перетестировать ее достаточно много не было. Соответственно, мы хотели переносить ее как есть. Поэтому нам нужно было строгий порядок уметь соблести, строгий контроль и обеспечивать проверяемость этого. И, соответственно, саги бывают там оркестрированные, я сейчас не буду в подробности, и хореографические. Вот как раз оркестрированные, точнее подробностно я расскажу. Мы выбрали оркестратор, когда есть некий узел, который как раз хранит состояние и управляет выполнением вашей бизнес-транзакции. И решение у нас получилось в сервисе PG-сага. PG, потому что в центре нашего сервиса, в ядре его PG-сага, мы поставили синхронный постгресс для того, чтобы наше состояние хранилось безопасно, данные не терялись. И как раз задача того, что все будет согласовано, согласованность, это уже сервис, имеется в виду, что данные не потеряются, как раз вот постгресс нам обеспечивают. Как это работает? Есть некий сервис-владелец саги, он создает некую, регистрирует, что он будет генерировать саги, а далее он регистрирует их уже вызовы. После того, как вызов зарегистрирован, сервис саг начинает выполнять этот вызов. То есть, например, в частности, в сервисе денег, он резервирует средства, применяет изменения к пользователю, создает какие-то премиальные пакеты и так далее. Но система распределенная, вы, естественно, скажете, что существуют различные какие-то аварии, и мы должны к ним готовиться. И, с одной стороны, это могут быть аварии, классические по учебнику, то есть, многие из вас знают, просто повторюсь, что нужны демпатентные ключи. По ссылке есть хороший материал про это, в том числе реализацию на постгрессе, ретрае, и специфичный для сервиса SAC функционал, это компенсация транзакций. Соответственно, далее, если случилась авария, в нашей имплементации, в том числе, мы занимаемся тем, что мы стараемся компенсировать, в том числе, и упавшую транзакцию. Это нужно для того, что в случае, если, может быть, что после энного количества ретраев, мы просто не получили успешный ответ о последнем выполнении. Поэтому мы попробуем ее компенсировать, но в случае, даже если компенсация не удалась, мы продолжим компенсировать другие шаги. Таким образом, то есть, отменяем статус, отменяем резервирование средств. А что будет, если и компенсация не работает? В данном случае, то есть, все как и для положительных транзакций, мы должны пробовать выполнить, получается, ретрае, использовать демпатентные ключи. И в случае, если уже после энного количества ретраев не сработало, сообщить сервису владельцев о том, что сага завершилась неуспешно. А еще второй момент очень важный, что если узел сломался, он может сломаться на достаточно длительное время. И у вас, получается, будет выполняться сага. Первый шаг, второй, третий. Третий не получилось, и мы, получается, откатываем транзакции. После того, как мы ее откатываем, после того, как мы пробуем ее откатить, соответственно, потом следующий шаг начинает вызываться, и мы таким образом будем генерировать паразитную нагрузку, которая пытается с одной стороны сначала накатить транзакцию, а потом, соответственно, извините, а потом, получается, откатывает. И это чревато. Это чревато следующими ситуациями. Первый момент, это паразитная нагрузка. Второй момент, это, возможно, из-за этого различные аномалии. Аномалии случаться будут из-за того, что у вас отсутствует во всей этой системе механизм изоляции, об этом я позднее поговорю. И для этого нужно реализовывать еще один компонент, некий такой хелс-чекер о том, что узел работает. И если он не работает, просто надо далее не брать новые саги в работу или не давать вообще их создать с неработающим узлом. А давайте рассмотрим еще один сценарий. А еще один сценарий заключается в следующем, что мы точно так же выполняем все действия, там, резервирование средств, пользователю применяем данные, вас пакеты, а далее так внезапно авария происходит на сервисе с пользователями, а там у нас асинхронная репликация использовалась. И вот этот успешный шаг, который мы вроде как выполнили и наша бизнес-транзакция успешно завершилась, он уже не успешен. И никто об этом не знает. А надо, чтобы об этом все узнали. Чтобы об этом мы узнали, нужно реализовывать еще один компонент, некий узел, который будет проверять, делать сверки некие через время, на которое заведомо ваши стендбайи не отстают. Он, соответственно, будет, ну, в нашем случае мы вот эмпирически, так, цифра нам понравилась там 12 часов. Через 12 часов будет опрашивать, действительно ли все шаги саг успешно завершившихся все еще успешны. И когда он найдет и обнаружит, что шаг саги завершился неуспешно, он либо начнет компенсировать, соответственно, эту сагу, либо через 12 часов, вообще это очень большой период, и времени очень много уже прошло, можно так получиться, что компенсировать-то уже и нечего. Тогда нужно просто сообщить сервису владельцу о том, что что-то пошло не так, и эта сага уже неуспешно, произошла авария. При всей вот этой вот простоте, вот этого механизма, с одной стороны кажущейся, тут все неоднозначно и непросто. Есть множество команд, множество различных баз данных, множество различных языков, использующихся для разработки, и поэтому порог вхождения команды, чтобы начала пользоваться этим подходом и работать сервисом саг, достаточно велик. Для этого, чтобы его сократить, нужно написать некие клиентские библиотеки, которые в себя имплементируют работу сервисом саг, стреканьем шагов саг, и в том числе вот пример, чего туда можно положить, например, это создание саги, когда мы получаем некий идентификатор, локально сохраняем, регистрируем сагу и выполняем у себя положительный вызов вот этой вот саге. И параллельно там механизмы демпотентности, потому что сервис саги может впервые нас вызвать вот этот первый шаг. То есть, как это все проверять? Проверять, ну, тут все классика, то есть писать юнит-тесты, интеграционные тесты, N2N-тесты, но специфично, если мы говорим про сервис саг и то, что используется в Авито, это CDC-тестирование, Consumer Driven Contracts. Он заключается в том, что по факту сервис саг вызывает некие инпоинты, и кто-то может поменять свой инпоинт-сервис, и, соответственно, у вас ломается сага. Обнаружите вы это только на N2N-тестах, это очень дорого. А Consumer Driven Contracts предполагает поднятие изолирования окружения при изменении любого из, соответственно, зависимых инпоинтов и тестирования их в изолировании окружения. По ссылке есть доклад моего коллеги о том, как мы его применяем. Что еще может быть в сагах? Саги могут выполняться либо последовательно, либо параллельно, а могут быть и смешанные. Когда мы, например, сначала резервируем деньги, потом мы можем параллельно сделать два действия с пользователем и с его пакетами, и потом уже в заключительном шаге, когда предыдущие два выполнятся, сообщить, какую-то нитификацию сделать. Второй момент, что стоит также говорить о том, что может быть синхронное асинхронное взаимодействие, и я бы рекомендовал использовать асинхронный механизм, если это возможно, потому что сервисов у вас достаточно много, а сервис САК один, и для того, чтобы избежать лишней нагрузки, в том числе ожидания на синхронном взаимодействии, реализовывать, соответственно, асинхронное взаимодействие. Как это все дело скейлить? Скейлить можно через, например, один обработчик и обрабатывать батчами. Можно реализовывать некую такую, как расческу, когда мы будем, например, по остатку отделению выбирать группу для различных обработчиков. Postgres предоставляет механизмы Skip Locket замечательные, тоже на этом, в частности, мы на этом скейлимся. А далее, если вы понимаете, что вы в одно хранилище не умещаетесь, на уровне приложения можно сделать шардирование. А что, если нужна еще гибкость? И мы с этим уже в том числе столкнулись. Когда мы хотим сделать какой-то новый вызов в нашем саге, новый шаг сделать, хочется не создавать новую сагу, а текущую оставить. Соответственно, можно сделать некие методы, которые позволят вам вписываться в текущую сагу, делать участие в этой саге необязательным. То есть, из разряда если я не ответил, продолжайте дальше без меня, это не авария. А еще может быть, что сагу надо выполнять только вперед, когда компенсация невозможна и нужно до упора ретраить, ну, если после энд количества ретраев не получат, то есть фейлить все выполнение, просто говорить, что произошла авария. А возможно, во всей этой истории еще нужны локи, то есть мы приходим опять к пессимистичному подходу, потому что все очень сложно сделать на оптимистичных, в том числе вот Стас в предыдущем своем докладе хорошую цитату от Гугла приводил, что лучше не отдавать вот все разработчикам, имплементировать, ну, делать какую-то разработку, которую можно реализовать с помощью транзакции функционал, то есть не всегда это хорошо. Это все сложно, вообще вопрос с блокировками, тема она горячая, но сложная. И мы не планировали реализовывать локи, но в принципе это возможно, и блокировку можно сделать, но тут важно соблюдать следующие моменты, что лок, например, нужно делать в сервисе SAC, получается, чтобы он был централизованным, но при этом, вероятнее всего, тут уже есть гонка, распределенная система, у вас еще есть сервер, сервис-исполнитель Шага Сагель, тот, кто ее создает, тут уже гонка, он же у себя тоже должен, тоже как бы типа залочиться из разряда, что-то типа того, поэтому возникает гонка, и чтобы не получилось дедлока, нужно соблюдать строгий порядок блокировки. Раз у нас уже мы говорим о дедлоках, в любом случае они могут появиться, нужно делать тогда детектор дедлоков, потому что они по-любому у вас появятся. А еще блокировки могут быть разделяемые и эксклюзивные. В общем, все это в принципе можно реализовывать, реализовывать можно в сервисе SAC, но лучше этой истории избежать. А еще про что хотел поговорить, про то, что ACID-то не получилось. У нас получилась basically available soft-state система, eventually consistency. То есть у нас есть атомарность, она реализуется за счет того, что за счет сервиса SAC что-ли все либо выполнится, либо компенсируется. Консистентность, опять же, за счет сервиса SAC и внутри у сервисов есть локальные хранилища, то есть eventually consistency получится. И отказоустойчивость за счет локальных хранилищ. А изоляции-то у нас нету. И вот отсутствие изоляции чревато тем, что будут различные аномалии. У нас будут происходить потерянные апдейты, когда мы будем читать данные, другая будет что-то писать и первая транзакция будет их переписывать. Будут грязные чтения, когда мы будем читать данные не на конец транзакции, а на серединковой транзакции, которая никогда не останется надолго. И неповторяющиеся чтения. Чтобы этого избежать, нужно работать с версией объекта, нужно работать, если версии нету, с состоянием, от которого зависит ваша бизнес-транзакция. И перепроверять его. Также можно это решить за счет блокировок, о чем мы в предыдущем шаге говорили. И еще важно очень сказать, что в пейлот вот этой вот бизнес-транзакции не передавайте состояние. Оно меняется. Нужно передавать просто ивент. Потому что состояние меняется, и лучше, когда он получит этот ивент, чтобы он его заново запросил актуальное состояние у владельца этого состояния. И, естественно, все это нужно мониторить. Мониторить нужно соответственно, как capacity, так и пропускную способность с разбивкой вызовы по статусам, по сагам. И мониторить нужно как сервис саг, в связи с тем, что он очень критичный узел, один из самых критичных узлов становится система, так и бизнес-логику должны мониторить получается создатели этих саг, потому что вообще бизнес-логики владеют команды, которые создают саги. То есть они со своей стороны должны бизнес-метрики мониторить. И, соответственно, если про сервис саг, мы должны компенсаторы, чекеры, все подобным образом мониторить. В заключении я хотел сказать, на что стоит обратить внимание. Внимание нужно обратить на то, что нужно избегать паразитной нагрузки, когда у нас что-то ломается. Да вообще любой нагрузки в сервисе саг нужно избегать, потому что этот один элемент, а вообще инфраструктура большая. И чем проще этот инструмент будет, тем будет лучше и проще себя чувствовать. Подумайте об интеграции с клиентами, алертинг и мониторинг настроек, тестирование. Но вообще немножко другое заключение хочу сказать, что я вообще за прагматичный подход к программированию. И наверняка вы скажете, что это достаточно сложная история и сложная система. И вряд ли, то есть нужно на берегу оценить на то, нужно ли это реализовывать или нет. И вероятно, многим это целиком такое не нужно такое большое, ну то есть именно сервис SAC. Но вообще сервис SAC это история про построение распределенных систем. И различные подходы, которые, те или иные узлы вот в этой распределенной системе, то есть как бы и паттерны, как мы их решали, можно в том числе переиспользовать у себя. Вот. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Вопросы? Убокусь. У нас поступил первый вопрос из интернета. Вот. Сейчас я его зачитаю. Одну секунду. у меня он тоже тоже есть. В общем, Костя, вопрос был про, почему мы не используем какое-то готовое промышленное enterprise шина сервис. Вот такое решение. Сейчас я его точно зачитаю. Как бы ты ответил на этот вопрос? Ну, во-первых, готовых решений подобных нету, а вот если историю про шину... Александр Жданов спрашивает, а чем это отличается от логики на ESB? Это, от кого-то, не знаю, от Oracle, может быть, еще от кого-то. В том числе шину данных это следующий шаг, который мы хотим использовать. Мы хотим использовать персистентную шину данных и реализовывать паттерн более слабой связанности сак, когда мы построим в центре инфраструктуры в окне некую месседж-бас, такую или ивент-бас, который гарантирует как сказать, ну, типа как синхронную репликацию, то есть не теряет данные. И при этом все сервисы уже в будущем могут между собой общаться посредством этой шины. И тут уже сервис сак нужен будет только в том случае, когда что-то пошло не так. То есть все работает без сервиса сак, то есть все работает, но если произошла где-то авария, вот тут вот как раз будет просыпаться сервис сак и пробовать будет ретраить или что-то еще делать. И в данном случае это чем, в чем выигрыш? Выигрыш в том, что в случае, если сервис сак откажет, ничего страшного не произойдет. То есть большая часть вашей системы будет работать. но переход на такую хореографическую сагу, он требует в том числе рефакторинга логики приложений. И поэтому и функционала это вот следующий шаг в нашем пути развития в роутмапе. Спасибо. Просьба еще по микрофону говорить, чтобы можно было в трансляции все это услышать. Добрый день. Спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос. Сервис сак у вас в одном инстансе развернут или он в кластере работает? Под текущие потребности у нас развернут непосредственно хранилище одно и много-много различных как раз уровней сервиса, то есть в нескольких инстансах. То есть он у нас в облаке развернут, в нашем кубернетисе. Но в будущем планируется, когда мы упремся в производительность одного нашего хранилища, соответственно, мы реализуем шардинг на уровне приложений, будет несколько хранилищ. Если я правильно понял, там приезжает запрос от API на выполнение какого-то задания. Вот сервису говорится, что окей, а потом сага берет и сама это все выполняет. Вот между инстансами как эти задания раскидываются, там используется очередь, если да, то какая. Ну, собственно, да. Просто инстанс выбирает себе шаги, которые должен выполнить в текущий момент. И выбирает, мы используем Skip Locket, то есть он выбирает батч шагов, выбирает он в транзакции, эту транзакцию он в том числе будет продолжать держать. И во время, извините, пока он будет держать эту транзакцию, соответственно, он будет, он блокирует, получается, набор шагов, то есть там, не знаю, сотню. И далее, ну, реализовывали мы это в том числе на асинхронном питоне, то есть асинхронно все эти шаги выполняет, но при этом, пока он заблокировал их, другие обработчики не смогут их взять в работу, и далее он, когда сотню он это либо успешно выполнил, либо, соответственно, послал задание, либо, как бы, они сфейлились, после того, как как раз эта итерация завершится, другой уже обработчик может взять в том числе этот же шаг или эту же сагу продолжить выполнять. Эти задания, они уникальны под сам запрос или это просто какие-то общие, ну, несколько сервисов, одни и те же, несколько запросов, вот если от одного сервиса пришло подряд несколько запросов там с подобными заданиями, они как будут? Эти задания будут ожидать, ну, следующее будет ожидать выполнения предыдущего? Тут вот как раз история в том, что в общем виде никто ничего не ждет, то есть, как бы, это прозрачно выполняется и эту очередь выстраивает у себя, например, если нужно конкуренцию, ну, то есть, обеспечить последовательное выполнение, то есть, это тот, кто создает эти шаги, но второй момент, что есть такая опция в сервисе SAC, правда, она нам еще не понадобилась, что можно реализовывать, у нас есть такое вот понятие, как main object ID, главный объект вот этой вот SAC и можно реализовать, соответственно, выполнение шагов, которые будут реализовываться в очередь на вот этом main object ID, то есть, по очереди будут выполняться SAC вокруг одного главного объекта. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, на какой операционке вы подгрузку сворачиваете, если она подвержена проблеме F-Sync, как вы ее решаете? Проблема F-Sync, когда записывается операционкой как бы… Можно этот вопрос в кулуарах, он немножко к кем не относится, мы его обсудим в F-Sync, очень популярная тема, вот я человеку предоставляю. Спасибо за доклад. Андрей Евчеников. Подскажите, пожалуйста, вот вы рассказывали про умный кэш, который у вас есть. Да. А как на его уровне понимаете, что у вас стендбай отстает? Я там говорил о том, что у нас есть компонент среди этого умного кэша, мы реализовали его лисинер, называемый его. Это некий демон на Go написанный, нам было интересно в том числе Go Дуба попробовать, который, с одной стороны, слушает лисин на T5 канал с Postgres, а с другой стороны, он опрашивает стендбай и трекает время его отставания и записывает вот эту информацию о том, насколько отстает стендбай, текуча состояния, соответственно, в умный кэш, в отдельную структуру. Понятно. То есть это благодаря вот этому сервису, который на Go слушает и обновления? Ну, просто демон, который, с одной стороны, на лисин на T5, то есть он просто две структуры в этот кэш дописывает, а далее уже каждый вызов, то есть как бы в логике интерантура на лоа реализован там запрос, что посмотреть, отстает, не отстает. Маленькая деталь, а этот лисинер, он прямо на сервере баз данных работает? Нет, мы его на отдельный узел раздеплоили. Отлично. И еще вот вопрос, а вот этот сервис SAC это отдельная команда у вас разрабатывает? Нет, это была такая вот история у нас, не знаю, а, на Хабре у нас же пишем, что мы хакатоны проводим, и в том числе DBA было интересно поучаствовать в хакатоне, и мы вот эту историю попробовали реализовать, и далее так и продолжили вот команда DBA разрабатывать этот сервис SAC в текущий момент. Очень интересный подход. Так, и еще у меня вопросик. Детектор дедлоков. Вот вы произнесли, но не сказали, вы сделали его или нет? Мы не сделали Локи. Мы решили, что Локи нам, мы не будем пока имплементировать механизм блокировок, и всячески, пока у нас бизнес-клиенты приходят и говорят, что нам нужна блокировка, мы эту историю сводим на то, пытаемся объяснить и реализовать с их стороны бизнес-логику так, что в сервисе SAC блокировки что бы не было. То есть Локфри, по сути. Да. Понял, спасибо большое. Так, у нас обед на подходе, еще есть какое-то время, да? Здравствуйте, спасибо за доклад. Мне вот интересно, вы сами вот типы SAC храните в рантайме, то есть их можно менять, конфигурировать, или это вот версионирование приложения идет? Мы версионируем их на уровне, в рантайме мы их не храним, мы их создаем соответственно в сервисе SAC, мы их храним там, и в случае текущий статус такой, что если хотите что-то поменять, нужно создать новую сагу. Раз, у меня норм. Сейчас. А, заработало. Вот, если требуется поменять клиентский in-point или добавить, соответственно, нужно создать новую сагу, и соответственно сервис, который делает для них пилот, делает вызовы, должен переключиться на вызов новой саги, создание новых сагу. Спасибо. А вот еще вопрос. У вас как-то версионируются контракты между сервисами, то есть данные, которые пересылаете? В данном случае, то есть как раз вся эта версионность, если мы по уровню саг говорим, то это будут новые саги создания будет. А, то есть если какие-то изменения, вы ставите новый экземпляр саг. Спасибо. То есть идея такая, что старый код он до выполнится всегда, а потом будет работать новый. Но они по определению саги, наверное, сутками не выполняются. То есть это в рамках каких-то регулярных выходов. Спасибо. Костя. Еще вопросы? Вот, два здесь. Спасибо за доклад. Подскажите, не обрабатывается ли по-разному ситуации, когда ошибка на уровне логики или ошибка уровня сервиса просто недоступен? Ну, чтобы в одном случае, допустим, шаг можно пропустить и дальше идти, а в другом надо откатывать. Ошибка уровня логики с точки зрения сервиса саг, она закончится, ну, то есть, сервис саг, он то есть все либо выполнит, либо компенсирует. То есть, сервис саг завязывается на ответ от этого эндпоинта, то есть 200 или не 200. А если мы говорим про логику, то это уже на зоне ответственности команды, которая спроектировала эту бизнес-транзакцию, и, соответственно, она должна делать end-to-end тесты или интеграционные тесты, которые будут проверять и далее контролировать вот эту вот всю бизнес-логику этой транзакции команды, которая ее создает. Спасибо. Вообще, вот эта вот хорошая тема с деплоем кода, в том числе распределенного, то что вот я не знал, как тебя зовут. Ну, вот эта тема, в том числе, это одна из вообще тем, почему в том числе вот вся эта такая сложная разработка, потому что деплой кода на много команд, на много баз, это вообще отдельная тема, и мы тоже с ней очень много работали и продолжаем работать. И вот это в том числе для этого все сделано, чтобы можно вводить поделать такой какой-то управляемый. Да, Костя? Да. Спасибо, Константин. Вопрос. Саги последовательно выполняются или конкурентно? Сами саги не внутри себя, а сами по себе. Конкурентно? Конкурентно. Есть ли саги, которые одна на другую накладываются? Ну, грубо говоря, если у нас сага умерла, то надо отменять сразу последующие саги? Ну, то есть они все, например, в очереди есть три саги, они настроены на один объект, и по идее они должны исполняться последовательно. Вот если они одна опережают другую, такие ситуации бывают, или если они вот идут одной цепочкой, и первая упала, по идее, две следующих надо изменять. или у вас вот эти саги совершенно как бы стейтлесс, они ничего не знают о последующих, предыдущих? Саги ничего не знают, Саги ничего не знают, но, как я вот уже до этого тоже был подобный же вопрос о том, что нужна последовательность. Сейчас либо эту последовательность соблюдет тот, кто владеет этим объектом, и либо это будет как бы вот эта вот последовательность выстраиваться на сервисе, который хранит этот объект, либо второй момент, то, что я сказал, что у нас уже есть фичер-реквест для нашего сервиса, мы его реализуем, что мы просто у нас будет некий такой вот main-object-id, он уже есть в Саге, то есть этот атрибут есть уже, и на уровне этого main-object-id мы будем выстраивать выполнение, брать в работу Саги последовательно по времени создания, а остальные просто будут ожидать в очереди, и не будет тогда параллельно выполняться про один объект две Саги, например, противоположные. А если два объекта участвуют? Ну, я не знаю, вот у вас, но если это два счета, и с счета А на счет Б переводят деньги, с счета Б на счет А переводятся деньги, и это две больших Саги. У них, мы говорим, мы взяли абстракцию main-object-id, то есть над этими счетами может быть какой-то общий владелец их, например, и не брать в обработку соответственно операции по двум счетам одного владельца. Окей. Еще вопрос. Я правильно понимаю, что у вас в Саге содержится вся необходимая информация для проведения всех операций, и в рамках исполнения Саги не запрашиваются дополнительные данные, и сервисы между собой, которые вовлечены в Сагу, тоже не взаимодействуют между собой? Нет. То есть это чистый такой шкедулер заданий получается, workflow. Что-то типа того, то есть туда бросается ивент, а непосредственно состояние, ну то есть возможность того, чтобы положить состояние, есть, но не надо его туда класть, потому что оно может поменяться. То есть лучше пусть в момент выполнения какого-то из шагов он получит это состояние от владельца. И самое последнее. Как вы контролируете, что сервис живой? Это просто сервис кидает киполив куда-то, или там куда-то более сложный механизм задействия? Киполайф на инпоинт. То есть по идее может быть такая ситуация, что сервис-то умер, просто киполайф остался только живой. Такое тоже может быть. Это вот как сделать киполайф. То есть нет, еще в сервисах не реализовали, не реализовывали, может, это, наверное, другой вопрос, собственный селф-чекинг. То есть это просто киполайф, то есть процесс крутится и что-то кидает. Другая история вокруг сло, то есть как бы у нас есть некий сло, и для того, чтобы доступность мерить, то есть есть набор метрик. Я, наверное, этот вопрос вынесу уже в зал про киполайф, про то, как мы мониторим доступность, как мы делаем рекавери. Костя, спасибо.